Добрый день, добрый вечер. В настоящее время мы полагаем, что закончился огромный этап нашей работы, который был связан с обучением, с подготовкой кадров, с разработкой методик, с обменом опытом, с выстраиванием взаимодействия с госструктурами, какие-то методические разработки проводили. В настоящий момент все то, что сделано, позволяет нам перейти к реализации масштабного проекта, когда из всех этих разродных организаций, которые занимаются помощью наркозависимым, мы будем создавать единую сеть помощи. Почему она нужна? Потому что одна организация, даже одна епархия, даже единая метрополия, едва ли может охватить весь спектр помощи, которую надо оказывать наркозависимым. Оказать весь объем мероприятий, которые начинаются с перешней встречи и заканчиваются ресоциализацией наркозависимого. Это один момент. Второй момент, то, что наркозависимый, когда проходит реабилитацию в своем родном городе или в той местности, где он наркотизировался, у него очень много соблазнов прекратить реабилитацию, сорваться. Вот если его реабилитация проходит далеко от места, где он употреблял наркотики, то это гарантия того, что в общем он пройдет основной этап реабилитации успешно. Это второй аспект. Третий аспект, то, что государство это мощная организация и когда он взаимодействует с гражданским обществом, ему также интересно взаимодействовать с большими организациями. Если мы создаем сеть из наших мелких реабцентров, то тогда мы представляем из себя в целом, как единое целое, это помощь наркозависимой церковной, большую организацию, работающую на проценте всей России. Это очень, скажем, перспективное предложение для государства, чтобы с нами выстраивать отношения. Мы в этих отношениях заинтересованы. Почему? Потому что нам для успеха в работе необходима поддержка государства, административная, финансовая, информационная. Ну а также необходимое взаимодействие со структурами Министерства здравоохранения, Министерства образования, Роспотребнадзора, с другими министерствами. Поэтому мы можем устанавливать здесь, в центре, единые правила взаимодействия с этими госструктурами, а затем, по этим правилам, которые мы подписали, работать совместно с государством над решением этой проблемы. Вот это также значительный аспект. И также очень важным является тот момент, что мы имеем только часть необходимых структур по помощи наркозависимой. В основном это репцентры, те, которые проводят основной этап реабилитации. Но для того, чтобы проводить основной этап, надо сначала этих воспитанников, реабилитантов найти, подготовить к реабилитации, направить на реабилитацию. А после окончания реабилитации помочь им вернуться в социум, а потом сопровождать их по жизни, а также необходимо работать с родственниками наркозависимых, так называемые созависимыми людьми. Поэтому необходимо создать огромное количество вспомогательных структур. Но эти структуры могут быть созданы только тогда, когда есть огромная сеть основных стационаров, основных репцентров, когда все они представляют единую систему помощи. Это можно сравнить с медициной. Скажем, там есть скорая помощь, которая работает по вызову населения. Есть поликлиники, где проходит первичный прием, консультации, постановка диагноза. Затем есть направление в стационары специализированные. Затем есть возможность после окончания лечения пройти реабилитацию в пансионатах, санаториях. И затем сопровождать, например, хронические заболевания, хроники сопровождаются по жизни каким-то врачом, поликлиникой, специалистами. Вот то же самое в целом мы собираемся создать. Создать целую систему помощи. Одних стационаров для решения проблем здоровья населения недостаточно. Также и нам достаточно одних репцентров. Необходимо создать всю инфраструктуру в этой сфере деятельности. Поэтому мы объединяем наши усилия, наши центры в единую систему помощи. И также гораздо легче организовать информационное сопровождение всей этой сети. То есть создать общий церковный ресурс помощи, который будет поддерживать эту систему, описывать ее и представлять ее деятельность общества и государства, привлекая при этом и людей к этой деятельности, волонтеров привлекая, привлекая специалистов, привлекая финансы на эту деятельность. Сейчас я хотел кратко сказать о том, что у нас есть к настоящему моменту, и то, что мы будем делать в ближайшее время. Что мы имеем сейчас в церкви? Переходим, да? Значит, что мы имеем в настоящий момент? В ряде епархий созданы отделы по предельной наркомании. Но по большей части это не отделы, а какие-то структуры в социальных отделах апархиальных. Или отдельное направление, или коррекционный центр, как у нас в данном отделе. Затем имеется более 60 центров, проводящих основной этап реабилитации. Это приходы в монастыри, это просто репцентры, основанные мирянами. Потом в некоторых городах есть кабинеты первичного приема, хотя этих кабинетов в настоящий момент гораздо меньше, чем репцентров. Хотя пропорции должны быть совершенно обратно. Затем в некоторых городах репцентры созданы адаптационные квартиры, где их выпускники проходят ресоциализацию. И также мы участвуем в работе антиэнергетических комиссий и работаем в наркологических клиниках. В некоторых, по крайней мере. Но что хотелось бы иметь в перспективе? Чтобы отделы по противодействию были в каждой епархии. А их сейчас у нас, вы знаете, очень много епархий, новых, молодых епархий, которые только еще структурируются, выстраиваются епархиальное управление в этих епархиях. Поэтому в этих молодых социальных отделах, конечно, это направление далеко не всегда присутствует. Затем в каждом областном центре, в крупных городах открытый кабинет первичного приема наркозависимых также действует телефонное доверие. Затем в каждом федеральном округе, по крайней мере, один существует мотивационный центр. Или, как палеотив, работает амбулаторная программа мотивационная. Затем в епархиях общины церковной монастырии приходят, проводят реабилитацию. И также существует ряд репцентров по модели терапевтического сообщества. Потом в каждой митрополии есть, скажем, в каждом областном центре желательно были бы дома на полпути, потому что из каждого города большого всегда есть выход, выезд людей на реабилитацию. И каждый прошедший реабилитацию должен иметь возможность найти духовника, знающего проблему по месту жительства. То есть эту тему химической зависимости надо будет преподавать в перспективе даже в семинариях, чтобы духовники знали суть этой проблемы и как с этими людьми надо работать, в чем их основные проблемы. Что мы имеем по репцентрам? У нас 62 центра сейчас в нашем реестре, которых мы признаем нашими православными центрами. И эти центры организовали 37 организаций. Центры основные мужские, 48, 5 женских, и некоторые центры проводят реабилитацию как мужчин, так и женщин. Вот здесь есть динамика открытия новых центров, показанная по годам. Мы видим, что на самом деле есть какой-то пик, год, но в целом динамики, такое возрастание особо не наблюдаются. Вот даже можно сказать, что в 7, 8, 9 годах, в 10-м был некоторый всплеск. Об этом можно подумать, почему он был именно в это время, в период кризиса государства, такого финансового кризиса. Но в дальнейшем, надеюсь, будет рост именно при создании сети, появится возможность гораздо легче открывать реабцентры. Что мы имеем в настоящий момент? Мы имеем заявку, или имеем заявки на то, чтобы открывать реабцентры, открывать реабструктуры, работать с этой категорией граждан. Вот наша работа в течение нескольких лет привела к тому, что появилась мотивация в церкви, у пископатов, у священников заниматься этой деятельностью. Хотя многие епархии и клирики, и репцентры делают только первые шаги. Вот это нас утешает, что количество делателей, количество желающих людей работают в этой теме, заметно увеличилось. То есть есть новый объем работы, есть, скажем, второй поток кадров. До этого реабцентры уже почти не открывались, но те, кто занялся работой, они продолжали. Такого массового прихода, массового схождения в эту тему новых людей не было. Вот сейчас, кажется, ситуация переламывается, переломилась. Я надеюсь, что мы не ошибаемся, что действительно это социальное служение церковное будет активно развиваться в ближайшее время. Значит, репцентры у нас в основном в сельской местности, но и в черте города также немало цен. То есть соотношение один к двум. В городской черте 22, репцентры за городом 40. Очень важным моментом нашей деятельности является то, что, в общем-то, наша реабилитация является бесплатной. Бесплатной. И в некоторых случаях берется плата за проживание и питание. Компенсируется самими воспитанниками. Мы видим это соотношение на слайде. Но вот здесь следующий слайд показывает нам, как вообще формируется бюджет репцентров. Это данные по 55 центрам. Значительная часть содержания идет через помощь родственников 20%. господдержка, прямая господдержка пока что менее 1%. Но есть надежда на то, что господдержка будет увеличиваться. К сожалению, время сейчас непростое для государства, поэтому открытие новых статей расхода, поддержка этой виды деятельности, в общем, пока затормаживается, но так как проблема есть, проблема существует, неизбежно она будет решаться. 10% дает грантовая поддержка и в последнее время эта грантовая поддержка увеличивается. В прошлом году была очень серьезная грантовая поддержка нашей деятельности и вообще работа с наркозависимыми в работе грантодателей начинает присутствовать как приоритет. То есть нам теперь легче писать гранты, почему? Потому что реабилитация наркозависимых почти всегда входит в некоторые фонды, например, фонды президентские, как некоторый неотъемлемый элемент уже. Много центров получили поддержку через Лигу здоровья нации, через Минэкономразвитие. Затем небольшой вклад приносит коммерческая деятельность, а также особенно в сельской местности вклад подсобного хозяйства. Вот здесь на диаграмме видно, что 53% частные пожертвования, но надо объяснить, что это частные пожертвования. Это пожертвования наших прихожан вообще на церковь, на храмы. А сами храмы, приходы, монастыри, они эти средства направляют на помощь наркозависимым. каждого благотворительства. Это не пожертвования на наркозависимых, это пожертвования на церковь, которую нас используют для того, чтобы поддерживать наши рем-центры. Вот мы видим, здесь вообще отсутствует такая, такой раздел, как бизнес. К сожалению, бизнес не очень поддерживает работу по реабилитации наркозависимых. Почему? Потому что бизнесмен, в общем-то, это успешный человек, и для него люди, которые выпали из социума, криминальный элемент, наркозависимый, в общем-то, совершенно неприемлем по внутреннему такому состоянию бизнесмена, как тунеядцы и преступники. Ну и второй момент, все-таки для людей бизнеса, опять же, нежелательно присутствия наркозависимых у них на самой работе, они опять отторгают их как часть общества, такого, к сожалению, больного общества. Поэтому бизнес пока что участвовать в помощь наркозависимым не расположен. Надо эту ситуацию, видимо, будет менять. наши центры взаимодействия с госструктурами, вот мы это видим, на договорной основе, как правило, уже системы наказаний, министерства морозования, с поликлиниками, с ПИД-центрами, больницами и, конечно, наркологическими центрами, куда направляют ребят на дезинтоксикацию, либо наоборот, принимают людей после дезинтокса, после того, как будет снят общинетный синдром. Почти все центры требуют при поступлении от воспитанников медицинское обследование, справок, анализе заболеваний. Почти все центры принимают ребят с ВИЧ-инфекцией и, в общем-то, в процессе реабилитации занимаются профилактикой ВИЧ-инфекцией около половины центров. Что важно нам, вот конкретно сендальному отделу, нашему корресионному центру, на ближайшую перспективу. Что такое корресионный центр? Это центр, который коордирует всю деятельность по реабилитации, если мы объединяем все наши центры, все наши структуры в единую сеть, то понятно, что роль координатора резко возрастает. И вот мы создаем, создали и дальше совершенствуем корресионный аналитический центр в нашем фонде Астронштадтском. Затем предстоит поэтапное включение наших реабилитационных структур в единую сеть и очень важно, так как мы в Москве работаем, для нас конкретно создать вспомогательные структуры в московском регионе, работать с приходами местных монастыря, по оказанию помощи людям в Москве. Вот что будет достигнуто в результате объединения неведенную сеть, по нашим оценкам, во-первых, появится загруженность реп-центров на 20-30%, есть парадокс в том, что центров мало, командов много, но во всех центрах и в наших, и в коммерческих, и в государственных достаточно много свободных мест, загруженность в центрах она недостаточна. Если много причин, об этом говорить пока не будем, я говорю просто такой обзор, пунктир, не вдаваясь в детали, не углубляясь, не осмысляя. Значит, будет облегчено, как я говорил, открытие новых центров вспомогательных структур в эпархиях, например, кабинет-перивичный прием, бессмысно открывать, если не знаешь, куда людей отправлять дальше. Ну, пришел, поговорили, и что дальше? Если дальше есть репоцентр, куда можно отправить, вот тогда есть смысл открывать кабинет-перивичного приема, а кабинет-перивичного приема открыть несложно, достаточно несложно в каждой эпархии. Затем повысится процент выходящих в ремиссию, повысится общее качество ремиссии, потому что люди будут проходить все этапы помощи в процессе реабилитации. а не только какие-то отдельные элементы. Потом мы можем и будем проводить постоянный мониторинг деятельности РПЦ в режиме онлайн, для этого будем работать, создавать систему с помощью IT-технологий, просто видеть, как работает сеть в режиме онлайн. и мы получим возможность проведить глубокий анализ работы нашей системы церковной помощи. Это достаточно важно для того, чтобы в конце концов нас признали как эффективного деятеля на этом поле. Мы должны это доказать, потому что мы в это верим, мы в этом уверены, мы это знаем, но не все в этом уверены, не все этим согласны. Нам надо суметь это доказать, проводя анализ исследований, мы сможем совершенствовать нашу работу. А вот теперь, как мы расстроим приоритет на ближайшее время, это достаточно важный момент, для нас очень важно, чтобы мы добились единства революционного процесса, значит, вот у нас есть единство веры, единство богослужения, единство канонов, поэтому мы приезжаем в какой-то приход, и там служба очень похожа на ту службу, которую мы видели в другом месте. Одни правила, одни законы, священники одному и тому же учат. Ну, понятно, там плюс-минус некоторые особенности, но все основное, главное, то же самое, вот подобного мы должны добиться отчасти в процессе реабилитации, если человек проходит первые этапы в одном месте, а потом проходит реабилитацию совсем в другом репцентре, далеком, и возвращается где-то в третьем месте, например, рест реализируется, то все это было частью одного и того, чтобы одно и то же учение, одна и то же деятельность сопровождала его на всех этапах процесса реабилитации, и чтобы мы были уверены, что если он прошел качественную подготовку, то основной этап тоже будет качественный, также и восстановление в социуме также будет проведено достаточно квалифицированно, вот, а если будет какое-то звено хромать, то в общем-то будет рушаться вся цепочка, поэтому вот единство процесса, это будет задача достаточно сложная, кропотливая, и мы думаем, что меньше двух лет, но это просто не может уйти, достаточно интенсивной, важной, серьезной работы. Потом второе, второй критет по-важному, создание вспомогательных структур и общая координация деятельности, механизм из-за недостаческих взаимодействий не давал сбоев, а другой стороны, я уже говорил, что вот эта пропорция, сколько должно быть реп-центров, сколько должно быть кабинет первичного приема, сколько должно быть адаптационных квартир, мотивационных центров, пока что мы представляем только теоретически, когда мы начнем объединить, мы поймем, что не хватает, где будет создаваться очередь, где будет недостаток, где будет, наоборот, недостаток воспитников, а где будет недостаток специалистов, все это будет выявляться в процессе реализации проекта, но вот нам необходимо создать эти структуры, и через создание исполнительных структур мы сможем привлечь к этой работе вообще всей епархии, до одной, а проблем наркомании есть везде в России, к сожалению, в каждой епархии. Затем очень важно повысить качество услуг по реабилитации, у нас нет центра, которые мы могли привести в пример как совершенный центр, всем есть необходимость совершенствоваться, у всех есть необходимость учиться. И затем, уже последнее, это увеличение количества реабилитациентов. Если будет качество, соответственно, это качество будет перерастать в количество. Достаточно важная компонента, элемента нашей работы, это информационное сопровождение уже в сети работ наших сайтов против Наркору, сайта Коэрсионного центра и сайт Фонда Благотворительного. В данный момент он создан, он еще наполнится контентом, и дальше с помощью этого сайта мы будем информировать общество о нашей церковной антинаркотической деятельности. Он также и через сайт члены сети могут иметь общую информацию о всей сети. Затем очень важная лагеря работа в учреждении госнаркологии. Мы работаем в клиниках, но это скорее сапарадическая деятельность. Священник приходит, но он работает внутри, не входя в систему не взаимодействия, не с кабинетами первичного приема, нашими кабинетами, не готовя людей в этих клиниках к выезду в реп-центры. Вот этот момент, этот элемент работы, взаимодействия с госнаркологией как с элементом нашей структуры, цепи, сети. Вот надо будет еще выстраивать, соответственно, готовить этих священников, которые работают в госнаркологии взаимодействию и знакомить их с нашим церковным подходом к проблеме реабилитации. Затем очень важный аспект работы это работа в системе сплавных наказаний. Мы понимаем, что там очень много наркозависимых, очень много людей, которые пробовали наркотики. Там также, с учетом специфики этих учреждений, надо будет выстраивать системную работу понятного взаимодействия с отделом с тюремной миссией церковной. Затем мы уже начали работу и будем ее продолжать и развивать и наращивать по созданию групп самопомощи, когда наркозависимые собираются, помогают друг другу жить в трезвости. Вот так называемая группа анонимных нарканонов, работающих по раме 12 шагов. Это один из видов групп самопомощи, который у нас почти заполнил наше пространство. Но мы должны создать наши православные группы самопомощи. И мы уже в этом приеме работаем. Это важный этап работы, чтобы в городах, в больших городах, в миллионниках были эти группы, чтобы выпускники наших репцентров или просто люди, которые желают жить в трезвости с помощью церкви, или люди, которые вышли из мест заключения, имеют эту проблему, они знали, где находятся группы и могли ее посещать. Для нас конкретно важным этапом было создание модельной системы Бези Москвы, такой модели, то есть таких центров, где остальные сотрудники могли бы обмениваться опытом, проходить стажировки. У нас страна такая имеет лучевую структуру, все дороги ведут в Москву, поэтому именно в Москве удобно было бы делать эту систему, основную систему модельных центров. По крайней мере, эту задачу мы понимаем, но без помощи государства мы осилить это не можем. Я надеюсь, что как раз создание сети, когда мы станем более заметными, нам будет легче решать проблемы или получать помощь государству. У нас есть разные модели, по которым мы работаем, но основная модель, которая прописана в концепции по реабилитации в документе, ученном Священном Синодом об участии Русской Православной Церкви в реабилитации наркозависимых, вот там описана по сути та модель, которая является моделью, созданной внутри самой Церкви, Церковью, в ответ на этот вызов, это наша приоритетная модель, также мы работаем по модели Терапевтического Советства, по Миннесонской модели, некоторые центры работают, вот все это приемлемо, и в конце, заканчивая этот обзор, я хотел сказать, что у нас, что очень важно, существует уже понимание проблемы, церковно-глядно проблему, и документы, которыми уже говорил, участие русской профессиональной церковной ence наркозависимых, это документ, который является нашим программным документом, который дает нам юридические основания для нашей работы и который дает нам программу действий, после того нас на эти документы мы выстраиваем стратегию развития церковной работы с наркозависимым, выстраиваем эту работу в соответствии с церковным пониманием проблем. Поэтому нам очень рады, что у нас есть такой документ, что мы действуем в рамках данного священноначального благословения. И, конечно, ощущая в нашей работе помощь Божья, сейчас я готов начать отвечать на вопросы, может быть, новые вопросы. Вопрос первый Светланы Волковой. Есть ли взаимодействия между православными, католическими, мусульманскими центрами реабилитации? Я бы сказал, что есть некоторые взаимодействия с протестантскими центрами, которые гораздо больше. Католических я почти не знаю, потому что вообще каталист у нас на территории России не очень сильно представлены. Мусульманских центров, но их тоже очень мало, их почти нет, поэтому я не могу сказать о взаимодействии, но протестантских центров много. Взаимодействия всегда происходят. Почему? Потому что у нас одна целевая группа. Я не могу сказать о сотрудничестве. Сотрудничества, скорее всего, нет. А взаимодействия – да. Вот я думаю, что все-таки в этой деятельности мы останемся равными сами себе. У нас есть свой подход, свое видение. Вот нам нет необходимости как-то выстраивать совместные программы с другими религиозными конфессиями. Но поддерживать отношения с государством, с общественными организациями, такие более нейтральные мастер-классы, конечно, мы поддерживаем в целом. В целом мы встречаемся и как-то выстраиваем наши отношения. В духе взаимоуважения. Но если мы говорим о сектах, например, о сектантской действии, то здесь мы стараемся быть осторожными. Мы не боремся с ними, мы с ними не дружим. Вопрос второй. Елена Кузнецова. На мой взгляд, очень необходим при храме психологическая помощь зависимым и соцзависимым. Она ваша. Ну, это неплохо, но все-таки я хотел бы говорить больше о душепопечении при храмах, чтобы клирики, священники в рамках нашей православной традиции могли оказывать помощь этим людям, страждущим. Вот это самое главное. Но если где-то при приходе есть выцерковленный психолог в пастыль этого прихода, то если он будет оказывать помощь этим людям, и не только этим, есть люди просто больные, психически больные, замечательно, помощь психолога будет востревована при храме. Но только не надо путать служение священника и служение психиатра, психолога, чтобы они друг друга не мешали, взаимодействовали. Вопрос Денис Белоусов. Только православные репутаты должны оказать помощь зависимым. Я немножко не понял смысл вопроса. Наверное, все центры реабилитации создаются для того, чтобы оказывать помощь зависимым людям. Светлана Волкова. Стоимость пребывания в сочетании с трепетическими принципами и наше шаговое программ. Вопрос не понял. Надежда Артамонова. Все 20 реабилитационных центров, которые мы признаем. А есть такие, которые не признаем? Если да, то какие? Ну, мне легче говорить о тех, кого мы знаем, чем о тех, кого мы не знаем. Тех, кого мы знаем, они, в общем-то, перечислены, они находятся во взаимодействии с нами. Все-таки очень важно в этой деятельности проводить границы, так же, как мы вообще проводим границы нашей жизни. Граница есть у православной церкви. Она понимает, что в каких-то светских мероприятиях, это одно, а в каких-то таких религиозных мероприятиях, там все-таки мы остаемся равными сами себе. Поэтому, если мы говорим о тех центрах, которые действительно организованы церковью, которые являются подразделениями структурными, либо учреждены церковью, либо работают в рамках церковной традиции полностью, то есть, туда такие центры мы знаем. Но есть центры, которых отзывы есть, которые мы воздерживаемся. Очень важно здесь делать такое, чтобы важно было следующее понимание. Вот есть репцентры, где мы реально контролируем или отвечаем за процесс реабилитации. А есть центры, куда приходит священник, такие светские центры, какие-то еще центры, куда приходит священник и просто проводит беседы с людьми, какую-то окажет им поддержку, помощь. Но сама реабилитация идет независимо от священника, от церкви. Вот эти центры православными или церковными не являются. Мы их такие центры своими не называем. Только те центры, где мы контролируем процесс реабилитации, а не те, куда мы приходим. Вот поэтому, если какой-то центр говорит, что он православный, потому что туда приходит священник, это часто далеко не так. Священник приходит в тюрьму, но православных в тюрьму у нас нет. Приходит в армию, у нас нет таких православных войсковских соединений. Приходит в больницы, у нас в больнице тоже, в общем-то, православных, можно сказать, нет. Приходит в светские такие школы, где-то ведут уроки, но у нас нет, кроме некоторых школ, там гимназий православных, наших учебных заведений. Поэтому, если священник куда-то ходит, значит, это центр православный. Хотя многие центры приглашают священника именно потому, чтобы назваться православными. Такую вырезку повесить, что там ходит священник, значит, мы православный центр, у людей есть доверие православию, и поэтому в эти центры они легче идут. Это чисто такой меркантильный интерес, а не желание получить помощь церковную. Такое тоже бывает. Елена Никитина. Как эффективно построить работу в православных группах поддержки наркозависимых и их близких? Стоит ли объединять в группах поддержки наркозависимых и алкоголезависимых, или это снижает эффективность работы групп? Ну вот мы работаем над группами самопомощными, это отдельное занятие должно быть. Мы надеемся в конце будущего года набирать уже какую-то методическую по этой деятельности. Пока мы находимся в стадии поиска, мы уже понимаем некоторые причины, по которым эти группы самопомощи, так сказать, православные группы самопомощи не возникли, мы понимаем, какие были причины, препятствующие возникновению этих групп. Но постараемся эти причины устранить, или стараемся устранить, стараемся нашу работу развивать. Скорее всего, подробно об этом будем говорить, ну скажем, в конце следующего года, накопив некоторый опыт данного строительства. Надо ли объединять наркозависимых и алкоголезависимых? Ну не знаю, это зависит, наверное, от групп. Может быть и так, и не так, но в целом, если говорить о группах самопомощи анонимных наркоманов и алкоголиков, они все-таки разделились. Это разделение прошло у них как-то естественным образом, потому что алкоголики и наркоманы это немножко разные социальные группы, это немножко другая проблематика, а социальная, духовная. психологическая. Поэтому они как-то не совсем другого понимают и естественным образом начинают разделяться. Поэтому объединяться можно, но, я не знаю, наш выбор такой, но мое мнение, что скорее всего, эти группы должны быть раздельными. Но это не является... Это частное мнение, так скажем. Домника из Верхнего Соскана. В Тольятти сильные неопатидесятники, предлагающие свои программы реабилитации. Есть случаи перехода таких реабилитантов из секты в православие? Да, конечно. Но бывают и обратные случаи, когда люди приходят за помощью в церковь, не находят этой помощи, и уходят к протестантам, к баптистам, к неопатидесятникам, вообще в какие-то секты или криминальные структуры. Поэтому нам надо работать, чтобы этих переходов или уходов из церкви было как можно меньше, а переходов обратно из этих реабилитантов в православие было как можно больше. Наталья Сальникова. Здесь большой вопрос. Попробую его зачитать. У меня есть вопрос, ради которого я пришла на вебинар. У меня несколько лет слушаю все вебинары по наркозависимым. Когда вы рассказываете, Владе кажется, что так легко все организовать. Вы все по полочкам так и разложите, что только бери и делай. Но оказалось, что на деле все не так легко получается. Я планирую создать кабинет первичного приема в Новоуральске, и проект писал об этом, и мы даже встречались с вами в Екатеринбурге. Сейчас конкретно все стало вот по какой причине. Какое юридическое лицо будет этим заниматься, кабинетом первичного приема? Приходы не хотят брать на себя. Говорят, создавайте свое юридическое лицо, а мы будем окормлять вас. Так сказал и Владыка Иннокентий, когда обратилась к нему. Но создание юридического лица – это отдельная сложная работа, которую мне не потянуть. Либо организацией юридического лица заниматься, либо работой с наркозависимыми. Сейчас я уже рисовалась возможность организовать какую-то работу по любому направлению. С нашими приходами отхожу потихоньку от социальной работы. Но такая проблема может стать перед другими инициаторами. Как вы предлагаете решать эти проблемы, начать работу вне прихода? Действительно, очень серьезный вопрос, который нам и придется решать в проблемах при создании сети. Как таковый – это очень важный вопрос, потому что, например, квартиры адаптационные они могут быть юрлицом, так же, как и кабинет первичного приема. Какая-то организация церковная должна взять приход в качестве своего структурного подразделения. Приход может создавать такую структуру, отвечать за нее. Понятно, что с наркозависимыми у людей, как правило, нет желания связываться, вообще начинать это. Но могу сказать, что есть приходы, которые хотели бы начать работать, есть мунистры, которые хотели бы начать к нам. Поступают заявки от монастырей, некоторых приходов, что они готовы открыть у себя кабинет и просят помочь, как это сделать. Вот поэтому все-таки это, скорее, частный случай. И очень большим вопросом остается взаимодействие отношения преосвященных архиереев к деятельности сети. Есть архиереи, которые хотели бы начать такую работу, есть, кто не настроен эту работу проводить. Мне сложно сказать, мы, когда начинали, начинали работать с теми, кто уже работает, с этими архиентрами, с этими епархиями, они уже имеют опыт, они работают, они видят, они уже не боятся. И в тех епархиях, где работа ведется, там как-то легче идут на дальнейшее развитие этой деятельности, потому что знают, как это делать. Там, где этого нет, больше боятся, опасаются. Вот нам надо будет эти страхи снять, они существуют, это реальность. Нам надо будет очень осторожно, аккуратно, выверенно объяснять суть сети, ее создание преосвященным архиереем, потому что сеть ни в коем случае не предполагает умоление власти архиереи на своей канонической территории. Вот здесь могут быть некоторые препятствия. Ну, я думаю, что необходимо будет как-то вот нам вмешиваться в эту деятельность. Когда мы начнем системно работать, мы будем искать возможность пообщаться с преосвященными, приехать куда-то не обязательно везде, конечно, везде мы съездить не сможем, пообщаться. Вот у меня есть опыт того, что все-таки, когда общаешься с преосвященными, когда говоришь со священниками, страхи снимаются. Многие страхи, и люди начинают понимать, как это делать. Я думаю, что, может быть, нам он дастся повлиять и в вашем конкретной ситуации. Но мне не хотелось бы, чтобы люди, которые имеют вот такое горение, уходили, исчезали, скажем, разочаровывались. Это бывает, скажем, это правда. Вот и сеть в некотором плане будет поддерживать эту работу. Но мы не можем на чужой территории, например, открывать свои кабинетоперечные приемы. То есть территориальная такая принадлежность церковных организаций, она должна сохраняться. Будем работать. Наталья Хаврик, Севастополь. Очень часто наркоманы признаются, что они зависимы, иначе их насилие невозможно определить в репцентр. Как нужно с ними себя вести? Ведь другие люди подвергаются риску их безопасности, под них бегать тоже нельзя. Подручь, значит, общение, маленькие дети, наткнувшись на шпицу, песочницы. Вообще все люди подвергаются насилию неадекватного наркомана. Но не только наркоманы не признают, что они зависимы. Вообще все зависимости, страстные зависимости, они, как правило, людьми страстными не признаются. Там жадный человек не признает, что он жаден, там гордый не признает, что он гордый. алкоголик не признает, что он алкоголик. Поэтому здесь ничего особо такого нет. Ну, надо работать, чтобы человек признал свою зависимость, увидел свою беду. Если человек не совершает преступление, то оставить его невозможно, если он действует рамка закона. Наркозависимы, как правило, эти законы нарушают, поэтому их можно остановить и найти какую-то меру пресечения, как говорят. Может быть, если будет преступление серьезное, посадить. Если же преступление слабое, какой-то условный срок, какое-то наказание административное. Вот в данный момент вводится такая форма, что если человек попался на совершение преступления, наркозависимый, если совершил преступление по причине зависимости, например, искал деньги на наркотики, на дозу и совершил какое-то воровство, то вместо того, чтобы его посадить, засудить, ему предлагается как альтернатива пройти реабилитацию. И тогда наказание откладывается ему, а если он пройдет реабилитацию, он вообще отменяется. Вот это тоже форма мотивации. Но очень опасно, что все-таки мы настроим общество такое негативное на борьбу с наркоманами. Не с наркоманией, а с наркоманами. Вот эта тенденция у нас очень устойчива. Это большая проблема. Потому что пока мы не поймем, что наркоманы это больше несчастные люди, чем злодеи, то, конечно, помогать мы не захотим. Если мы не поверим в то, что им можно помочь, что они могут вернуться и стать нормальными людьми, но мы тоже не захотим помогать. Тут много проблем. Все-таки дети начинают употреблять в раннем возрасте. А когда они проявляют себя как наркоманы, такие они уже закончены, скажем, это уже следствие какого-то большого периода в развитии. Вот. Поэтому надо как-то пересмотреть отношения к ним. Надо быть благоразумным, но тем не менее как бы их не червался. Вот сейчас скажем очень распространено такое явление как вы не простите, но вот держать собак например в доме и так далее. Вот собаки они очень опасны в общем-то. Как-то они агрессивны. Но не надо следить. Не значит надо от них отстраниться, изгнать их из городов, истреблять их. Вот. К сожалению, у нас отношение к наркозависимым хуже, чем к собакам. Простите меня. Вот. Но это люди. Это по сути наши наши украденные люди. Украденные у нас люди. И часто по нашему недосмотру украденные. Поэтому нам надо постараться что-то сделать, чтобы их вернуть, спасти, помочь. И часто люди отзываются не на агрессию, когда мы начинаем прессовать, а на сочувствие, на какую-то любовь, на отзыв. Но это больше находит тот ли, чем вот такое отношение озлобленное, опасливое, настороженное. Хотя я понимаю, что благоразумие отношение и злой собаки, и недоихватного наркомана, конечно, должно быть. Но если мы не изменим отношение к наркозависимому, я боюсь, что вообще все бессмысленно. что такое дом на полпути? Ну да, это термин такой, дом на полпути. Вот человек выезжает на реабилитацию, раньше он вел такой, скажем, полукриминальный образ жизни, был стойниядцем, развратником и так далее, и так далее, проходит реабилитацию где-то в репцентре в течение полугода, года, полутора, двух, трех лет даже иногда, а потом возвращается домой. Но он возвращается в тот дом, где ситуация почти не переменилась. Вот он приехал, выехал из того места, где проходила наркотизация, он изменился за эти там полтора года, а ситуация на его родном месте не изменилась. Поэтому когда он возвращается, ему надо найти работу, во-первых, во-вторых, вернуться в семью, которая не готова к возвращению, найти новых друзей, найти храм, куда он будет ходить, а раньше он вообще в храм не ходил. Вот если человек, представьте, вот вы попали в ситуацию, когда вам надо решить все, вы всего лишились, лишились дома, работы, друзей, и попадали, ну, попали в незнакомый город без всего, без связи, без всего. Часто именно такой ситуации находится наркозависимый, когда надо начинать жизнь с нуля, и причем новую жизнь, другую, в которой ты еще не крепок. Понятно, им очень сложно, вот когда человек переходит из пространства репцентра в эту среду, если сразу его бросить, как в воду, он нахлебается, он, в общем-то, будет тонуть, и часто они опять срываются из-за этого. поэтому есть такое понятие, как дом на полпути. То есть есть такой дом или квартира, куда собираются бывшие выпускники репцентра, у них уже есть жилье, вот это жилье им предоставляется, у них есть кров, за ними следят, их проблемы помогают им решать психологические какие-то сложные проблемы проговаривать, их немножко контролируют, хотя у них большая степень свобода. Часть средств они могут откладывать там, скажем, на какой-то свой банковский счет и только небольшой частью денег пользоваться, потому что тоже надо научиться пользоваться деньгами, это большая проблема для этих ребят, для этих людей и выпускников. Значит, они должны устроиться на работу, постепенно найти работу, но пока у них нет, они должны возможность иметь кусок хлеба, чтобы у них не было необходимости пойти и воровать или заниматься грабежом. Потом они должны найти новых друзей и выставить с ними отношения, найти храм, куда они будут ходить и стать прихожаней этого храма, выставить новое отношение с родителями, которые, как правило, с испугом их возвращения переживают и в некотором смысле травмируют взаимно этих людей, поэтому вот такое пространство, этот дом должен быть создан. Если он создан, и в нем люди проживают полгода-год, устраиваются на работу, выстраиваются жизнь, а потом отходят от этого дома, снимают свою квартиру или крэки возвращаются в этот дом или еще что-то, или вообще в другой город переезжают, все зависит от конкретной ситуации. Такой элемент крайне необходим. Дом на полпути, дом ресоциализации. И вот в этом доме работают и священники его посвящают, и психологи, консультанты, такая вот ситуация. И это очень важный элемент системы помощи, то есть неотъемлемый элемент всей сети. Вот практика показывает, что на десятки процентов выход в восточную ремиссию, он зависит от наличия дома на полпути после реабилитации. так, чтобы не было сбоя или вообще возврата полного наркотизации. А потом человек, например, вернулся, так попался в сложную ситуацию, опять сорвался, был рецидив наркотизации, опять уезжает в репцентр. Уезжает в репцентр, у него дополнительная травма, значит, он не способен выкарабаться, просто у него такие проблемы свалились, такой объем проблем, что, ну, сложный, представьте, вы попали будучи здоровым в такой ситуации и вам, кажется, мало не покажется. Ирина Константин Акентьев. Владыка, ваше отношение к репцентру и шире к принципам работы с наркозависимой Евгения Ройзмана. Вот знаете, я бы не хотел говорить какие-то конкретные примеры, почему? Потому что ведь я не был в центре к Евгению Ройзмана, я с ним не общался, я слышу об этом через газеты, какие-то газеты часто ангажированные являются, какая-то информация недостоверная, вот я скажу что-то, исходя из тех слогов, которые слышал, а потом буду об этом жалеть. Поэтому я бы не хотел какие-то давать отзывы конкретно об принципах работ с наркозависимой Евгения Ройзмана. Но я бы хотел сказать, что все-таки принципы насилия, как такое, я говорю о принципах Евгении Ройзмана, может там и нет того, что ему инкриминируют, я этого не знаю. Но вот, например, насилие или неуважение к этим людям, это малоэффективная практика. Все-таки насилие существует в работе с наркозависимами. Я говорил, должны быть некоторые меры пресечения, пресечения наркотизации. То есть человеку надо как-то остановить на путях наркотизации, дать ему время, опомниться, одуматься. Здесь насилие. Но монополии на насилие в государствах несет это, имеет государство госструктуры. Другие общественные организации и так далее не имеют права на насилие. Это право государство им не делегирует. Поэтому если есть где-то насилие, оно в некотором смысле является выходом за границ своих полномочий. Вот поэтому. Но какая-то умеренная дисциплина, она существует и в школе, и в любом репцентре, в армии. Но как правило, когда человек поступает в школу, скажем, родители понимают, что есть правила обучения. Там оценки когда в армию там дается присяга. Когда поступают в тюрьму, человек особо не спрашивает, но там есть свой суровый порядок. В любой организации также есть порядок. Человек работает в любой организации по гзоту. Он не может пропускать работу, не может пьяным приходить на работу. Есть какая-то дисциплина. Испонная дисциплина тоже требуется. Поэтому дисциплина тоже некоторая насилия. но на насилие человек сам подписывается. Когда к нам в репцентр приходит человек, мы там пишем все правила, по которым мы живем. Если он согласен с этим правилами, мы с ним заключаем соглашение. Вот он согласился, и тогда мы имеем право в рамках этого соглашения ограничивать его свободу. Скажем, у него отбирается телефон сотовый на время реабилитации. Ему нельзя свободно выходить. Он не может проявлять агрессию вербальную или другую форму агрессии к тем людям, которые приходят реабилитации и так далее. Поэтому не могу сказать, что у Евгения Розенова происходит, но где-то вот так. То есть есть какие-то принципы, но все-таки мы исходим из того, что человек должен захотеть спасаться его внутренний потенциал. Заставить человека любить нельзя, это внутренний выбор. Заставить человека быть хорошим нельзя, это внутренний выбор. А реакция наркозависимости от наркомани это вообще-то свободный выбор, человек контролирует само себя, вот человек склонен к лжи, выблуду и так далее. Мы все страстные люди, но мы странируем себя контролировать, чтобы это не проявлялось в жизни, чтобы не дать место греху в своей жизни. Также наркозависимый, вот его тянет на это, но он должен не дать этому месту, но это его выбор будет, заставить этому нельзя, человек должен сам этого захотеть, а мы должны дать ему инструменты его желание благое реализовать. Вот и все. Можно использовать в принципе два шаговая программа для групп взаимопомощи. Почему нет? Конечно, они существуют. Мы говорим о других группах, как некоторой альтернативе, более к нам близкой. Я сама прошла реактивность по программе «Доих шагов» как родственница, после выцерковилась, сейчас стараюсь помогать таким же стражащим, как сама. В чем ущербность такой помощи? Я не говорю об ущербности такой помощи. У нас пока нет альтернативы. Мы вообще не можем сказать, что вот, знаете, когда есть какое-то одно лекарство от какой-то болезни, а другого нет, тогда мы не можем сказать, вот вы не пейте это лекарство, потому что от него есть какой-то побочный эффект. Вот если мы найдем другое лекарство, скажем, свое лекарство создаем, которого нет этого побочного эффекта, то хорошо, тогда мы скажем, вот у нас есть другое лекарство, вот оно лучше, не для побочного эффекта, вот лучше это лекарство, хотя то тоже помогает, то, что помогает, очевидно. То, что есть некоторый побочный эффект для нашего православного мира ощущения, мировоззрения, для тех, кто является православным, это тоже, в общем-то, заметно, так скажем, поэтому приходится немножко как-то исправлять некоторые вещи у тех людей, которые прошли по этой программе реабилитации. Ну, по крайней мере, мы не воюем, мы говорим, что у нас появляется или рождается нечто свое, родное, лучшее, вот, и мы приоритет делаем на этом. Но воевать программой «Дняши шагов» мы не собираемся. То есть, мы собираемся хорошее заменить на лучшее. Вот наш подход. Виктория Киянова, Волгодонск. Нередко наркомана после излечения может начаться другая зависимость, например, алкогольная. Он не хочет работать. Надо с ним работать и дальше. А если человек не хочет принять крещение, начать выцерковляться, и он буксует на месте, а ходить в церковь не хочет, как ему помочь? Здесь целый ряд вопросов и проблем. Но, во-первых, когда, я думаю, что алкогольная и наркотическая здесь, по сути, одно и то же с точки зрения, скажем, психофизики, это очень близко, по крайней мере, так, на физиологию, на процессах, которые происходят в организме. Поэтому ничего другого не начинается. Поэтому человек наркоман, то он одновременно практически алкоголик. Если он даже сам этого пока не понимает. Поэтому, если он прошел организацию от наркомании, а раньше не увлекался спиртным, ему все равно строго воспрещено употребление спиртных напитков. Мы это ему однозначно объясняем. Поэтому тут нет никакой замены. Это то же самое, только в другом виде. Немножко в другом. Но работать надо ли помогать скорее человеку дальше, если он приходит за помощью, то надо помогать. Если он не приходит, но трудно ему помогать. Помочь может государство скорее своими репрессивными методами, а не церковь. Есть такая западь, просящему тебя дай. Но если он не просит, нет такой западь, дай непросящему. Потому что если человек не хочет принять крещение, но все-таки это свободный выбор. Поэтому надо ставить скажем такую зависимость, что если человек не крестится, то он не может бросить наркотики. Мы знаем примеры, когда люди не крещеные бросают наркотики, бросают курить, бросают воровать и так далее. Все-таки не надо немножко путать вещи. и насильно навязывать в реабилитации православие. Православие должно показывать, как пространство. Приходит в наше пространство православное, он должен этим вдохновиться, он должен это понравиться, он должен в это войти сам. Опять же, заставить быть православным нельзя. Крестить огнем и мечом это не наш подход, это не подход Божий. И некоторые наши воспитанники, которые у нас ходили в церковь, они потом иногда выйдя из репцентра нашего, из прихода выехали, они постепенно перестают ходить в церковь, страдать посты и так далее, но при этом они остаются трезвыми. Но слава Богу, что они стали нормальными, так скажем, приемлемыми гражданами нашей страны. Это гораздо лучше, чем когда они наркотизировались и сами погибали и другим доставляли большие скорби. Вопрос, с чего начать с чего лучше всего рядовому приходскому стоить работнику, у кого на приходе есть зависимые или их родственники, начать работу по организации помощи наркозависимым. Но сейчас есть у нас всякие методические пособия, я надеюсь, вот у нас этот слайд появится с информацией о том, какие есть у нас пособия, но необходимы желания. Надо начинать с желания. Если есть желания, то все остальное приложится, если нет желания, то все остальное просто не будет востребовано, и ничего из этого не получится. Поэтому есть, я могу сказать, что на всех приходах есть зависимые, на всех приходах, во всех епархий. Вот только есть желание у некоторых епархий, у некоторых приходов этой темой заниматься, а у некоторых нет. Вот у кого есть желание, тем мы готовы помочь там в той или иной степени, а у кого нет желания, но мы не можем ничего сделать. Мы так же не проявляем насилие ни к архиереям, ни к священникам, просто предлагаем помощь, но она не всегда принимается. Ирина Дятлова. Что делать из-за родителей несовершеннолетнего просит взять его на реабилитацию? Имеем ли мы право? Вот особых оснований юридических у нас пока нет, на самом деле вообще-то наша деятельность вообще пока еще в государстве по большому счету не признана. То есть до последнего времени еще не было даже понятия социальной реабилитации как такового правового понятия юридического понятия социальной реабилитации с которым мы занимаемся. Поэтому особенно с детьми заниматься сложно. Но если например есть какие-то реабилитации государственные для несовершеннолетних они существуют, то мы туда можем приходить, нас приглашают, мы можем там работать с этими людьми. Если вам взят на реабилитацию, можно просто выбрать тот центр или предректор центра, где может быть ну если так к сожалению не берут невершеннолетних без желания, как правило родители, какие-то такие для этих преступников колонию например процессами воспитания, перевоспитания конечно надо заниматься, священники должны в этом участвовать, но вот не хватает на все священников к сожалению, священников вообще не хватает. Татьяна Тарунина Хабаровск сооткнулась с тем, что многие репцентры в нашем городе, речь не о православных, поделиваются такой политикой, принимают в своей независимых и основывается что-то вроде общины, люди приходят реабилитации не для того, чтобы вернуться к социуму, к самостоятельной жизни, к самостоятельной жизни, а приходят в эти центры жить постоянно и женятся там же, родят детей, не работают, живут на те средства, что собираются репцентры в неограниченное время. Нормально ли это? Не является ли это вместо реабилитации порождением иждивенчества? Ну вот, трудно сказать, нельзя сказать однозначно. Есть такая ситуация, что, например, люди, которые прошли реабилитацию или проходят реабилитацию, они как-то удаляются, они не нужны обществу, они избои. Вот, и тогда они собираются в какие-то свои общины, коммуны, живут там. Если при этом нет криминала либо такого какого-то сектантского учения, то, может быть, ничего страшного не происходит. Люди селятся где-то в это место, где они вышли из зависимости, женятся, рожают детей, работают, зарабатывают деньги, живут на это. Это не криминал. Но если это секта, есть гуру, то есть, есть понятие секты. Если это секта, действительно, в секту они втягиваются, даже если нет зависимости, но это плохо. К сожалению, секты действительно часто ориентируются на зависимых людей. Это действительно одна зависимость меняется на другую в данном случае. Вместо наркотика становится гуру, такой самозваный лидер вместо наркотика. Какое-то безумное учение. Людей эксплуатируют, духовно травмируют. Такого, конечно, нельзя привезти. Поэтому по-разному ответ от того, что конкретно, какая содержательная часть вот этой общины, чем она живет. В этом плане наши общины тоже так можно посмотреть. Вот есть церковная община где-то далеко, в каком-то месте, скажем, на отшибе, на погосте. Там люди прошли реабилитацию, хорошо познакомились с местной девушкой. Они вступили в брак, поселились в этом храме, построили дом, работают при храме, там, скажем, что-то делают, зарабатывают. Что плохого? Наталья Хаврик. Как найти подход к наркоманам? Мне не приходят мысли их гнать, истреблять. Я их считаю, братьями хочу помочь, но они смеются в лицо и проблемы не видят, отмахиваются, уходят, и, по его мнению, им хорошо живется. Да, действительно, пока им хорошо живется, вот очень трудно с ними разговаривать. Есть такой процесс или такое время, когда можно с ними говорить. Но все-таки, все-таки, действительно, это очень сложный контингент, непростой контингент. Надо сказать, что мы еще не очень умеем работать, тоже называем, аутрич работа, то есть, работать с наркоманами на улице. мы обычно принимаем тех людей, которые к нам приходят за помощью. Мы и с ними еще только научаемся работать, а с теми, кто не просит нашей помощи, кто находится на улице, мы не очень умеем работать. Но эта проблема вообще у нас, к сожалению, такова вообще наша работа православных с местными, если у нас очень большая проблема в миссионерстве. Огромная проблема. Мы не умеем привлекать людей в церковь, молодежь, там, рабочих, разносоциальные слои, а тем более сложнее принимать в нашей жизни, например, людей из криминала, там, воров, гробителей, там, членов мафии какой-нибудь, но также и наркоманов. Мы не умеем с ними работать, но надо сказать, что с ними сложно работать. Это часть проблемы, поэтому просто надо учиться работать, хотя бы оказывать помощь тем, кто нуждается в помощи, кто ищет помощи. К сожалению, даже таким людям мы не всегда эту помощь готовы или умеем оказать. То есть, сочувствовать это одно, врач может сочувствовать, но надо, чтобы он был хорошим врачом, чтобы он мог не только сочувствовать, но еще и помогать. Иногда требуется больше помощи, чем сочувствие. Но при помощи, а не в сочувствии, желательно. Будет ли список реабилитационных центров? Он уже есть, конечно. То есть, надо понять, зачем этот список нужен. Вот тогда можно будет информацией поделиться. Патриарх Дмитрий Ангевич Можга. Вопрос о профилактике употребления наркотиков. Ладыка, может быть, все силы из церкви государства направить на предупреждение употребления наркотиков, так как легче болеть предупреждение, чем лечить? Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что 2,5 миллиона человек, которые уже сидят в наркотиках, как-то нельзя их взять и вычеркнуть, и начать работать с теми, кто не болен. Вот нельзя так постепенно истреблять левую часть людей, которые независимые проблемы достаточно большие. Я не против профилактики, конечно, но это общее слово, что профилактику легче организовать, чем лечить. Видите, в раю все было здорово, вообще ни в чем было нужно, все было. А вот взял Адам и употребил вместе с Евой. Вот что их толкнуло? Зачем это надо было делать? Это в раю. А здесь? Ну, будут употреблять? Вот если в раю не удержались, то здесь тем более не удержались. Если там были безгрешные, нестрастные, а здесь страстные, и в окружении греха в этом мире, ну, будут употреблять. Поэтому одно другому не мешает. И вопрос, скажем, правильной профилактики, он не менее сложный, чем вопрос реабилитации. Это также сложно. Правильно проводить профилактику, первичную, вторичную. могу сказать, что церковь и занимается профилактикой, она, в общем-то, нравственно воспитывает людей, дает ему какой-то вот закал такой против греха. Вот это и есть первичная профилактика. Мы этим постоянно занимаемся, мы и так этим занимаемся. Вот какая еще нужна специальная профилактика, вот отдельная? Да, наверное, нужна. Но, может быть, даже при этом нет нужды упоминать наркоманию конкретно. Что это профилактика против наркомания. Вообще профилактика против греха. И церковь этим постоянно занимается. Но, вот, наверное, не слишком успешно мы это делаем, потому что наркоманов слишком много. Так же, как и других криминальных групп. Прости, Господи. Валентина Пихтовникова, Владыкова, благословите. Как вспоминать умершего от наркотиков был крещён. как поминать, как умершего от наркотиков как скончавшегося. Вот, он же не самоубийца, но умер, умер. Зависит от того, насколько он был церковным, обращался, был он крещён, не был крещён, богохульствовал, не богохульствовал. То есть, здесь правила точно такие же, как для всех остальных людей. Он богохульный, богопротивник, богоборец, но сложно его упоминать. Если он самоубийством кончил, то вот есть проблема. А если он просто скончался вот от того, что болел этим ненугом, ну, алкоголики умирают от алкоголя, там, все мы умираем от старости, будучи грешными, вот, упоминание возможно, так же, как и всех остальных людей. Единственная ли вам концепция необилитации, в отличие от реабилитации? Немножко не понял. Есть такое понятие обилитации, то есть, по сути, воспитывать людей, которые не имели воспитания. Считается, что люди, реабилитация это возвращение утраченных навыков, которые он потерял. А так как люди начинают наркотизацию совсем молодыми, то им надо давать те навыки, которых они и не имели, то есть воспитывать. Но это скорее как-то вот, я думаю, термин реабилитации достаточно уместный. Вот, нет необходимости вводить другую терминологию. Я думаю, что, ну, если кто-то желает, пожалуйста. Александр Анисимов, Тюмень. Прошу оказать помощь методическими тренажами и планам проведения занятий соцзависимыми. Организовываем проведение трехдневных занятий, но опыта нет. Есть скудные материалы по проведению подобных занятий в Белгородской епархии. У нас будут семинары по работе соцзависимыми, семинары, тренинги. Пожалуйста, записывайтесь. Мы готовы будем вас пригласить на этот тренинг. А материалы есть, материалы будут вывешены сегодня, надеюсь, да? Материалы там. Материалы есть, да. Вот, ссылки на них будут сегодня вывешены. Возможно, реабилитация и наркозависимых в одном центре и насколько это эффективно. Да, возможно. Но я предпочитаю все-таки раздельную реабилитацию. Вот я об этом говорил. Ну, это возможно, да. Пройти, пожалуйста, где есть бесплатные реабилитационные центры, недалеко от Иваново. Значит, это село Петровска, Лежневского района. Там есть такой центр. Ближайший центр реабилитации. Это село Петровска, Лежневского района. Такое маленькое село. Настоятель, игумен Серафим Капнин. Виктория Мельникова. У меня брат-наркоман с 15-летним стажем. Мама признала его зависимость, поняла, что он болен. Даже одно время ходила в храм, но сейчас ушла в Светлий Иеговы. И вот себя ужасно провоцирует моего брата и ее сына на срывы. Не хочу ходить на группу взаимопомощи и не хочет ходить на группу взаимопомощи. Православный путь не поднимает категорически, а брат склоняется к нему потихоньку. Ну вот постарайтесь с братом пойти по православному пути. Ну а маму что, постарайтесь как-то проявляя благоразумие вывести ее из этой реальной секты. Ну вот бывает такая беда, люди уходят иногда, находят там выход, скажем, как им кажется, какое-то решение своей проблемы, какой-то выход для себя. Вот надо покатить другой выход, не знаю, надо конкретно это видеть. но если невозможно помочь маме, значит, по крайней мере помогайте брату, насколько это возможно. За маму, конечно, надо молиться и помогать ей. Виктория Мельникова, Москва, есть ли способ дать моей маме понять, что ей тоже надо ходить на курсы помощи как созависимой? Ну вот не надо иногда говорить, вот ты созависимый и так далее человека, он сам должен догадаться, вот как правило, мы не говорим человеку, ты грешник, он сам должен догадаться, тем более, что здесь можно ошибиться, мы не говорим ты грешник, человек сам приходит и понимает в какой-то момент что у него есть проблема, но можно как-то благоразумно пригласить, вот сказать, вот там собираются люди, которые решат эти же проблемы как вести, не надо говорить о созависимости, не надо ее пугать или как-то огорчать, просто люди, у которых в семье есть эта проблема, вот их приглашают, с ними проводят курсы, как работа, есть, скажем, работа с людьми, которые собираются брать детей из дома, вот, из интерната, вот, из детдома, их специально готовят, есть курсы для работы с детьми-инвалидами, там, и так далее, также есть курсы для работы, для помощи тем людям, которые живут в семье, где есть наркоман, вот, надо их так пригласить, а не говорить, что это группы для созависимых, что вы тоже больны, но это, они сами об этом догадаются в какой-то момент, здравствуйте, владыка, вы посмотрите, что такое национальный антинаркотический союз, а также есть такой фонд, во имя Архангаврила, который имеет несколько реп-центров по всей России, революционная программа, которых ориентирована на православие, что это программа, не секты, но я не думаю, что это секта, но по нашим сведениям, за, я не говорю об антинаркотическом союзе, а скорее об одной организации, которая входит в этот союз, Центр здраво-молодежи, и также фонд Архангаврила, у нас есть подозрения, а в некотором по поводу Центра здраво-молодежи и доказательства того, что этот Центр поддерживает связи его руководителя, поддерживает достаточно тесные связи с сектой Царства Бога, вот поэтому мы делали рассылку в церковно-церкулярное письмо о том, чтобы наши клирики не ходили в эти Центры, чтобы как-то потому что есть какая-то связь между сектой и этими Центрами, вот мы воздерживаемся от общения. Почему? Я уже говорил, что если будут ходить священники в эти Центры, то люди будут уверены, что там нет никаких сложностей, что там все качественно, все хорошо, что церковь процесс контролирует, мы не контролируем эти Центры, я об этом уже говорил, мы не знаем сам процесс реабилитации, чтобы просто не вести людей в заблуждение, была такая рекомендация, но люди, которые в этих Центрах проходят реабилитации, они вполне могут ходить в наши храмы, мы перед ними дверь не закрываем, вот они даже могут приходить на беседы к священнику на приход какой-нибудь и так далее, но не наоборот, чтобы не было некоторых путей. вообще-то я каких-то таких вот судебных решений по поводу Центров не готов выносить, можно ошибиться, но мы просто проявили некоторое такое, скажем, некоторую осторожность по отношению к этим Центрам рекомендуем проявлять, мы не можем сказать, что у них нет взаимодействия какого-то с сектой, то есть, и понятно, что Центр и Секта может как-то влиять на тех людей, которые проходят реабилитацию, с какой степени, мы не знаем. Панкова и Людмила, можно ли использовать в принципе наши шаговые программы Аланон для работы групп взаимопомощи для родственников соцзависимых? Конечно, можно, я об этом уже говорил. Может ли служить группа Аланон как поддержка после реабилитации для зависимого на РАНО? Ну, может, все-таки надо сказать, по какой программе человек проходил реабилитацию. Иногда в этом нет необходимости, желательно, чтобы, скажем, если он вам пошел на православном приходе, чтобы священник местный, так как бы, и приход местный, умели оказывать ему поддержку, вот это было бы желательно. Но если ничего нет, священник не понимает, и приходом такого нет, если он будет ходить на группы, это поможет ему охранить трезвость, ну, пожалуйста. Какой побочный эффект от 12-шаговой программы, знаете, я пока не готов на это отвечать, почему, чтобы, я думаю, что когда у нас будет альтернатива, мы об этом поговорим подробно, пока нет альтернативы, нечего вот пока что затевать все эти пересуды. Когда будет понятно, вот когда будет альтернатива, вот видите, вот здесь это есть, этого нет, а когда мы говорим это и это не совсем хорошо, то он не совсем правильно. Если нет другого лекарства, то не надо ругать то, которое есть. Когда появится лучшее лекарство, мы скажем, вот есть лучшее лекарство, доступное лекарство, оно уже есть, может быть, лучшее лекарство, более приемлемое для нас, скажем, а не лучшее, не лучшее, но, скажем, для нашей традиции более приемлемое. Оно уже есть, оно появляется, это лекарство, но оно проходит в стадии апробации, так скажем. Когда его будет много, в нужном количестве, мы скажем о том, какие есть проблемы относительно к 12-шагов. И это будет, в общем-то, всем понятно и очевидно. А сейчас, я думаю, разговор об этом является преждевременным. Вот я все благодарю за внимание, за ваши вопросы. Вот курс у нас будет замечательный, много будет занятий, много будет замечательных ведущих. Вот и действительно у нас уже большое число соработников, которые хорошо добираются в проблемы. И надеюсь на ваше участие, взаимодействие и думаю, что в нашей церкви эта тема будет и дальше эффективно развиваться. Благодарю за внимание.